Третий аспект, тот, которому мы будем посвящать сегодняшней лекции, которая лежит в основе нашего разговора, это вероятность. Вероятность начинается вот с каких допущений. Представим себе, что у нас есть некий эксперимент. Например, есть прибор, который мы можем включать, совершенно который не меняется со временем. Например, этот прибор просто вы, бросающий монетку. Этот эксперимент можно воспроизводить много-много раз, без изменений каких-либо условий. Предположим, что такой эксперимент есть. У этого эксперимента есть исходный, результатный. Мы бросаем монетку, этот исход подел или режем, единичка или ноль. Мы бросаем экральную кость, у нас исходов сколько? 6, да, экральная кость это обычный прибор. То есть 6 вариантов исходов. Можно какие угодно такие эксперименты придумывать, но эксперимент в первую очередь нас интересует тем, что может в результате этого эксперимента появиться. Исходы. Пока мы будем считать, что исходы, их конечное число. Вот так символенно их обозначено. Значит, если бросается монетка, это просто 1 и 0. Если экральный кубик, это 1, 2, 3, 3, 6. Если вы решили разложить колону как, там, из 52 кубик, скажем, то это 52 кубик, то это 52 кубик. Значит, это исходы. Теперь, когда мы начинаем много-много раз, если перезвонить экстремент, исходы какие-то появляются чаще, какие-то реже. Скажем, если я взял монету, и вы думаете, что она такая вся симметричная, а говорят, значит, правильно, да, то вы, вроде бы, верите, что орел будет выпадать примерно столько же раз, сколько ветвершек. Так, если я возьму монету чуть-чуть потяжелее на одну сторону, то орел, например, станет выпадать чаще. Значит, меня интересуют не просто исходы, а я хотел бы как-то оценивать, какие из них встречаются чаще, а какие из них встречаются. Это означает, что я каждому исходу приписываю число. Это число, это число режим от 0 до 1, да, но от записи начать число по им больше было 0 до 1, чем 0 до 1, и сумма этих чисел единичная. Значит, вот это число, как это называется, вероятность исхода, вероятность исхода, вероятность исхода, вероятность исхода и выделяя. Просто число. С точки зрения математики никакого сугубого подтекста нет, просто обычные числа от 0 до 1. Сумма этих единиц, потому что, ну, вы знаете, что если один исход в 30% в случае, другой в 40% в случае, то у вас всего-то исход, то оставшемуся осталось, ну, из каких-то процентов? В оставшихся, да, в 30% случаев. То есть у вас получается так, что вот поскольку это все исходы, то вот частота их появления должна соответствовать, да, единичной. Вот. Значит, это называется вероятность. Но нас часто интересует не просто вероятность исхода как таковая, а нас интересует и сами исходы, по себе. А нас интересует группа исхода. То есть нас интересует подмножество, множество исходов. Значит, множество исходов, мы будем обозначать греческой буквой омега. Значит, вот подмножество, по примеру. Мы бросаем центральный круг. Можно интересоваться, какое число очков выпало. А можно спросить, выпало ли чёрное число очков. Да? Вот к второму вопросу будут годиться и 2 очка, и 4, да, и 6. А вот если меня интересует вопрос, выпало ли там 4 очка, это один исход. Но тем не менее, вот интересно, не просто отдельный исход, а и круг. Тогда можно каждому какому набору исходов бы тоже приписать число от нуля до единицы. Это просто сумма Питок по таким им, что амега и и приближат А. То есть я что сделал? Взял подмножество А, посмотрел, какие в этом подмножестве А амега. Например, амега 2, амега 4 и амега 6. И приписал этому множеству число П2 плюс П4 плюс П6. Это число мы назовём вероятностью А. Но такие А мы будем называть событиями. Вероятность события А. Значит, очень часто считают, что исходы равновозможны. Значит, это не всегда можно такое предполагать. Равновозможны, значит, что ожидается, что частота появления каждого из них одинаковая. Значит, что означает, что исходы равновозможны? Значит, что П1 это то же самое, что П2, то же самое, что Пн. Но спрашивается, а чему тогда это равно. Но если вы каждому исходу выписали вероятность одну и ту же, а в сумме единички, то получается, что каждый из них это просто один делик одинаковый. Но полезно иметь в виду, что далеко не всегда так можно делать. Вот скажем, возьмём игральный кубик. Да? Возьмём игральный кубик. Значит, у него шесть граней. Если его просто бросить, то, конечно, и вы считаете, что у кубика никакая часть не тяжелее другой, он такой весь себе тычный, правильный, то, конечно, вы ожидаете, что все граня будут выпадать равновозможны, и, значит, вероятность отдельной грани – это одна шестая. Тем не менее, если мы, например, теперь выкрасим две грани в белый цвет, а остальные грани в зелёный, то, и будем смотреть на цвет, который выпадает, то сколько, каких вариантов попадения цветов? Ну, два варианта – белый и зелёный. Так? Ну, нельзя сказать, что белый равновозможен зелёный. Это никто не поверит. Ну, и на правду не поверит. Если начнёте бросать кубик, вы увидите, что, конечно, зелёный будет выпадать чаще, чем белый. Поэтому всегда надо внимательно смотреть на предположение о том, что нечто равновозможное не имеет. Спрашиваются, откуда берутся эти числа? Они берутся с металла. Значит, мы, говоря по-научному, они берутся из того, что есть люди, которые имеют некие представления о том, как должны быть физики, биологи, экономисты. Они считают, что вот по каким-то причинам вот эти исходы более вероятные, чем эти, и надо вот разложить так. С точки зрения математики, это просто некая изначальная данность. Вот мы задали поиты, и после этого началась математика. Потом мы можем, конечно, сравнить то, что получилось с реальным результатом. Можем и самым. Но вот для математики, в общем, появление этих поитов более-менее безразлично. Это каждый раз просто некая модель. Например, можно сказать, ну, нет, вы знаете, этот кубик уже так устроен, что белый и зеленый равновероятно. Хорошо, это ваша модель, вы, конечно, изучаете, получаете свои некоторые утверждения. Но с точки зрения прикладника это, ну, бессмысленно. Да? Но с точки зрения математики вполне себе разумно. Разумно. Ну, бессмысленно. Что здесь ?